друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала markets оставляйте ваши вопросы если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставите лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канал market с торговыми идеями в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь ну что ж текущая торговая сессия долгожданный релиз по американскому рынку труда всем известный отчет нон фарм перлс который обычно в нормальных условиях провоцирует повышенную волатильность а сейчас мы говорим о низко ликвидных торговых сессиях поскольку многие игроки еще отсутствуют на финансовых рынках находясь на новогодних и рождественских праздниках сегодня в связи с тонким рынком я ожидаю что движение будет еще более значительные поэтому готовлю вас к волатильности и заранее снова предупреждаю друзья что несмотря на то что вы можете быть уверены в конкретном определенном исходе по факту выхода отчета и знаете куда пойдет финансовый актив вы должны безусловно контролировать все риски следить за загрузкой депозитов и так далее риск менеджмент на вас это очень важно и это тем более важно в тех условиях в которых мы находимся сейчас отчета по американскому рынку труда выйдет в 1330 по джимте это блок статистики общая динамика созданных новых рабочих мест в прошлом месяце также уровень безработицы и данные по изменению темпа роста зарплаты кстати говоря статистика которая связана зарплаты будет анализироваться с точки зрения влияния на будущее значение инфляции поэтому будет интересно посмотреть как изменилась динамика роста зарплаты за прошлый месяц также сегодня друзья в 15.00 по джимте будут публикованы данные по аэсэм сфере услуга американской экономики этот отчет тоже имеет большое значение для экономики поскольку если разбирать темп роста на отдельные компоненты сфера услуг как правило генерирует больше 60 процентов вот этого экономического роста поэтому чисто теоретически можно предположить что отчет аэсэм даст нам куда больше вводных чем промышленности строительства о том каким показателем будет характеризоваться будущий ввп сша ну давайте во всем по порядку начнем с индекса доллара который радует покупателей на этой неделе и хорошо наконец-таки американская валюта сместилась с уровня 104 пункта я по моему на протяжении трех недель вынужден говорил о том что индекс доллара топчется в районе 104 пунктов и ничего не меняется сейчас уже значение 105 пунктов и я рассчитываю на то что этот рубеж сопротивление наконец-таки будет сломан и индекс доллара пойдет выше если фундаментальные основания для роста американской валюты то скажу так что во первых это энтузиазм покупателей и как вы помните я тоже рекомендовал все-таки сейчас рассматривать больше сценарий роста индекса доллара конкретно по фундаментальному фону на этой неделе поддержку доллару оказали протоколы последнего заседания американского регулятора которые подтвердили что все без исключения голосующие члены американского регулятора федрезерва уверены что еще слишком рано менять монетарную политику отказываться от жесткого подхода переходить на мяки и тем более абсолютно нецелесообразно сейчас снижать ключевую процентную ставку и федрезерву руководство фрс требуется куда больше убедительных доказательств того что инфляция уже оказалась на траектории устойчивого снижения на на траектории тенденция устойчивого спада я думаю что под большим количеством факторов и доказательства фрс имеет ввиду больше отчетов ежемесячных по инфляции поэтому как минимум весь первый квартал 2023 года мы будем ждать эти релизы смотреть как меняется общая ситуация с ценами пока что у нас на повестке через неделю отчет декабрьский по инфляции и уверяем друзья все может быстро измениться инфляция легко может снова превысить значение прошлых месяцев например базовый индекс потребительских цены параллельно с этим на рынок тут же после выхода отчета вернуться спекуляции на тему местности более высоких темпов повышения ключевой процентной ставки тем более что фрс также уже нам дала понять что не стоит недооценивать то как быстро может корректироваться монетарная политика и то что фрс может быстро вернуться прежним темпом агрессивного повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 байсных пунктов за один раз по поводу ориентиров по ключевой процентной ставки они по-прежнему 55 25 сотых процента это туда куда ставка должна прийти на ближайших заседаниях федрезерва нил кашкари один из представителей федрезерва первым мне кажется обозначил горизонта более значительного роста ключевой процентной ставки у него диапазон 5 25 5 5 он один из голосующих членов американского регулятора поэтому мы должны прислушиваться конечно же к позиции тех кто мыслит иначе чем на все остальные вчерашний отчет и dp 235 тысячам новых рабочих мест прогноз был 127 то есть можно сказать что фактическая цифра в два раза лучше чем ожидали эксперты это говорит о том что и сегодняшний non-farm peril смогут оказаться лучше чем прогнозируют и потенциально более сильный отчет может стать фактором поддержки для роста доходности американских облигаций соответственно вытащить индекс доллара на более высокие ценовые значения но я вынужден отметить наверное что особо не разочаруюсь если цифры будут плохими потому что я сторонник идеи того что даже плохие цифры оказывают поддержку доллару потому что повышают шансы на то что фрс будет активнее бороться с высокой инфляцией потому что источником всех экономических проблем сажая является высокая инфляция и это частично подтверждается также реакции трейдеров а на этой неделе на отчеты по аэсэн производственного сектора который вышел два дня назад цифры были плохими минимальное значение с двадцатого года но после этого релиза индекс доллара все равно вырос дальнейшей цели 105 50 по индексу американской валюты потенциально можем увидеть эти уровни уже концу текущей торговой сессии и соответственно всей неделе и готовимся уже к полноценным торговым сессиям начиная с понедельника к более выраженным тенденциям и потенциально дальнейшему росту американской херпины валюты рынок нефти 79 50 около того китай с к видной истории конечно же основной якорь сейчас для рисковых инструментов для нефти уж точно потому что китай основной потребитель углеводородов и если у нас есть причины переживать за темпы экономического роста китая мы должны конечно же смириться идея того что и спрос со стороны ведущего потребителя углеводородов будет более низким статистика к сожалению печальная но она в принципе отражает ситуацию с ковидом индексы pmi производственного сектора снижаются четвертый месяц подряд точнее даже четвертый месяц подряд ниже 50 пунктов зоны которая отделяет восстановление от стагнации и нужно также признать что отказ китайских властей от политики нулевой терпимости сейчас наверное было не самым лучшим решением потому что в конечном счете мы видим как ухудшилась ситуация с к видом и в рамках первого квартала я допускаю что рынок все-таки будет испытывать давление вот этой темы ровно до тех пор пока на рынок не придут позитивные новости о более стабильных темпах экономического восстановления либо вообще оздоровление секторов основных сфер услуг промышленности китайской экономики я ориентирую вас друзья на долгосрочные цели того что нефть вырастет безусловно в рамках этого года но думаю что лучше найти более оптимальную точку входа в эти длинные позиции и эта точка входа находится где-то в диапазоне от 70 до 75 долларов за баррель по остальным инструментам золото 1838 у нас блестящая сделка вышла когда мы покупали золото с целями 1850 1860 я призывал вас что на этом уровне логично для тех кто прокатился на этом краткосрочном ралли и рассчитывал на исход именно краткосрочных на то что сработает вот это краткосрочная попытка урвать у рынка а профит для тех из вас кто все-таки смотрит на долгосрок уже на весь 2023 год и думать что золотом будет дальше я сторонник того что золото будет расти но на текущем этапе мы конечно же должны опираться на индекс рыночных настроений если в начале недели у нас был очевидный перекос покупателей продавцов рынок шартили и рынок рост сейчас ситуация изменилась уже баланс сил 40 60 и на индекс вычисленных настроений мы опираться моменте не будем если не открывали длинные позиции ранее то считать что упустили возможность друзья но теперь нужно искать более интересную точку входа 1838 это не самый идеальный уровень для открытия лангов и сын пи 3 844 пункта джипи морган ожидать что индекс s&p да и весь американский фондовый рынок в первом квартале обновит минимальные значения 2022 года по сенпи это 3500 я разделяю такую же точку зрения рынок криптовалют bitcoin 16805 джим крамера которым я говорил вчера его целевые ориентиры это 15 500 по биткоину то есть примерно на 8 процентов рынок нужно скорректироваться с текущих значений главная аргументация что крипта будет вести себя также как рисковые инструменты в первом квартале если уж мы с вами поставили на снижение американского фондового рынка то конечно же криптовалютный сектор тоже должен идти следом и переписывать новые локальные минимумы друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия неделя всем пока